Майкл Джексон обладал силой вдохновить целое поколение. То, что он сделал, было невероятно уникальным и привлекательным. Приношу свои извинения, если я скажу что-то, что может кого-то задеть. Он мог бы реально изменить мир в некотором роде. Но, к сожалению, рядом с ним не оказалось правильного советчика, а только лишь люди, занятые коммерцией. Я думаю, что все это было потрачено впустую. Когда мы возвращались со своего путешествия, на обратном пути мы остановились в Мэмфисе и посетили то место, где был убит Мартин Лютер Кинг. Когда я был в музее Элвиса, я подумал вот о чем. Он тоже властвовал на сцене два десятилетия, оказал влияние на целое поколение людей. Но его собственная жизнь превратилась в полный бардак. Был гений, но не было баланса. Это печальная история. И это произошло с большим количеством великих талантов в мире, в особенности в Америке. Потому что люди с юных лет вырастали на неправильных вещах. Когда я говорю неправильные вещи, я имею в виду химическое воздействие, алкоголь, все возможные виды отвлечений. Но мы должны понимать, что наш интеллект, наши знания, наша гениальность, все это важно. Но для того, чтобы все они нашли свое проявление в этом мире, самое основополагающее для этого — баланс. Ты танцор, и ты спросил, в чем значимость танца. Ты можешь быть хорошим танцором. Но если не будет устойчивой платформы, ты не сможешь танцевать. Не так ли? Вот и все, чем является жизнь. Вне зависимости от того, насколько хорошо мы танцуем, танцуем ли мы на сцене, в офисе или где-нибудь еще, неважно, в какой форме находит выражение наш танец. Самое важное — это стабильная платформа внутри нас, баланс. Но если этого баланса нет, тогда весь талант, все умения, вся гениальность, все, что вы знаете, неважно, сколько у вас всего замечательного, все это будет растрачено впустую. Поэтому обе эти личности, Майкл Джексон и также Элвис Пресли, классические примеры отсутствия баланса. Если вы настолько грандиозно талантливы, что способны оказывать влияние на целое поколение, и не в одной стране, а по всему миру, если вы обладаете таким балансом, если вы обладаете таким талантом, он должен быть применен таким образом, чтобы создать новое поколение людей и даже новую планету. Вы обладаете такой способностью, вы можете это сделать. У вас была такая сила. Просто-напросто отсутствовал баланс. Возможно, и всякий может быть Майклом Джексоном, и мы не должны подражать ему. Но это новая возможность в этой сфере, потому что музыка и танец оказывают такое огромное влияние на молодежь. Но достичь баланса и сообщить этот баланс всем, кто вступает с этим в контакт, эти миллионы молодых людей, которые чувствуют связь с тобой, я думаю, это твоя основная обязанность. Ведь если ты обладаешь силой и влиянием на жизни других людей, ты должен убедиться, что это влияние положительно, и что оно способствует их благополучию, и никоим образом не против их благополучия. Моя дочь профессионально занимается классическим танцем, индийским классическим танцем. Я забрал ее из школы и отправил учиться танцу, потому что это очень важно для нас, и танец — это не просто развлечение. Даже ребенок может встать и начать танцевать. Ребенок полный радости и жизней, начиная танцевать. Если тело не может находиться в покое, оно ощущает потребность делать что-нибудь жизнерадостное. оно будет танцевать. Существует много разных методов, но по сути это ликование физического тела, и наилучшим способом самовыражения этого является танец. Наивысшая форма того, как тело может выразить себя, это танец, потому что это соответствует наивысшему уровню его насыщенности. Для этого баланс тоже играет очень важную роль. Для того, чтобы хорошо танцевать, самое главное — это баланс. Когда эмоции достигают состояния ликования, ты, возможно, начнешь петь, вне зависимости от того, начинающий или профессиональный ты певец, в состоянии восторга. Тебе хочется петь. Даже те, кто не знает ни одной песни, начнут напевать что-то невнятное себе под нос. Когда физическое тело входит в состояние восторга, оно естественным образом начинает танцевать. Вот как это должно быть. Стиль танца и прочие вещи — это другой вопрос. Это вопрос культуры, и с этим связано много разных аспектов. Но по сути танец — это проявляющийся восторг жизни. Энергия жизни искрится. Мы не будем считать кого-то божественным, пока его жизненная энергия не станет искрящейся и бьющей через край. Жизнь — это праздник, не так ли? Когда вы счастливы, разве вы не замечаете, что каждый ваш шаг, каждый вдох — это праздник? Замечали ли вы, что в определенный момент, когда вы очень счастливы, каждая мелочь, которую вы делаете, это праздник? Только когда в вашей жизни нет радости, праздник должен быть организован. Иначе каждый момент в вашей жизни, что бы вы ни делали, — это праздник. Замечали ли вы, что в определенный момент, когда вы очень счастливы, даже простая прогулка — это праздник? Не так ли? Вот как это должно быть. Празднование не обязательно означает, что мы должны собираться вместе и что-то делать. Это не обязательно. Но если мы хотим общий праздник, он нуждается в небольшой организации. Если для отдельных людей само их существование и сама их жизнь — это празднование, тогда, если они соберутся вместе, независимо от того, будет ли это вечеринка или что-то еще, в любом случае будет праздник. Да? Вы замечали, что если вы встречаете своего старого друга, и вы действительно счастливы, это будет большой праздник, даже если вы выпьете по стакану воды. Не так ли? Так что вопрос не в том, что вы пьете, что едите и в какой атмосфере находитесь. Вы радостны. Именно внутренняя атмосфера определяет празднование, а не внешнее. Особенно это заметно, если нет внутреннего праздника, но есть внешнее торжество. Тогда вы впадете в сильную депрессию. Посмотрите на это внимательно. Например, сейчас внутренне вы очень подавлены, а снаружи происходит большой праздник. Вы замечали, что становится труднее переносить эти празднования. По крайней мере, если бы это была нормальная ситуация, с вашей депрессией можно было бы легко справиться. Но когда снаружи происходит большой праздник и внутренне вы подавлены, вам становится чрезвычайно трудно. Замечали такое? Итак, празднование происходит не потому, что мы прилагаем много усилий или пьем, или едим, или что-то делаем. Празднование происходит потому, что вы радостны. Другого способа отпраздновать нет. Не так ли? Если кто-то прилагает много усилий, кто-то танцует, поет, ест, пьет. Почему? Он пытается создать для себя радостную ситуацию. Да? Да или нет? Он пытается каким-то образом попасть в радостную ситуацию. Что бы вы не называли радостью, что бы вы не называли счастьем, я уверен, что в вашей жизни определенно были моменты радости. Когда вы радостны, на вас проливается дождь радости или она расцветает изнутри и находит внешнее выражение. Каким образом это происходит? Изнутри или извне? Где это начинается? Внутри. Это всегда приходит изнутри. Но сейчас почему-то требуется зажигание снаружи. Да? Кнот попуск находится в чьих-то чужих руках, а не в ваших. Но радость всегда внутри вас. Не так ли? Вы когда-нибудь получали радость вот так? Нет? Видите, люди говорят о том, чтобы дарить счастье, получать счастье, все это верно. Вы не можете ни дать его, ни получить. Просто чье-то присутствие может зажечь ваше счастье. Но вы ни от кого не получаете счастье. Не так ли? Если вы несчастный, а кто-то очень счастлив, это может быть скорее оскорбительным для вас, чем причиной вашей радости. В его жизни все идеально и брак. Кто-то счастлив, потому что если вы вовсе, все должно стать праздником. Человек должен стать абсолютно радостным для вас. Возможно, если вы не счастливы, когда вы несчастны. Не потому что жизненные ситуации связаны с определенными. Как счастливы. И потому что